доброе утро все завтракать буду тортиком сейчас его разрежу и посмотрим что у меня там получилось выглядит шикарно на вкус думаю что тоже шикарный слушаем новости кстати если вам интересно новости какие там у нас что у нас тут происходит с этим вирусом пишите в комментариях я вам расскажу просто мне кажется некоторые возмущаются что они не хотят слушать про коронавирус больше ничего поэтому я особо не рассказываю чтобы нервировать детскую психику так я долго думала уже давно об этом думала и решила воплотить а в цель воплотить в цель воплотить жизнь в общем буду делать рыбные пельмени достала вот такая у меня рыбка есть она без костей без всего размораживается лежит просто прям как фарш но они такие рыбные это я для мужа покупаю он рыбу не умеет есть с косточками вот такой мы покупаем нормально и у меня как у всех порядочных домохозяек есть у конечно домохозяек есть книжечка с рецептами а у меня вот такой пакетик есть с рецептами вот у меня тут разные рецепты годами храню собираю все надежно и вот у меня пельменное тесто которые никогда не дает сбою всегда им пользуюсь вот если вам нужно вот ему уже сто лет поэтому ну вы поняли да а еще нашла рецепт пасха царская обалденная я ее уже готовила буду тоже готовить на пасху получается пальчики обрежешь так что рецепт не далеко а тесто буду месить ну естественно своем роботе чуя ручками что и будут ручками мне это надо это я когда работала в магазине в москве торгашка деревенская да как мне нравилось это время я так люблю любила и люблю торговать вы не представляете не так я сейчас вот вспоминаю эти года было конечно такие времена тяжелые тяжелые у меня был один этап такой тяжелый что вообще мамочку не горю но в основном вспоминание такие классные с девчонками супер но такие времена уже не наступят их не будет даже и хоть и там обкакайся так что вот это я смотрите какая барыня 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 сударыня мне кажется мне очень не шел этот наряд это на по это нам пасхи царской вот рецептик надо спрятать вернее не спрятать а вот сюда вы положу на книжечку нет с рецептами и сейчас замешу тесто только не знаю наверное на половина рецепта потому что что-то 3 стакана муки это много и пока она будет доходить я пойду зарядку сделаю тесто отдыхает вообще я дурочка я налила насыпала муки пол яйца все как надо на пол порции но воды я добавила как надо на целую порцию и вы знаете обычно когда робот вымешивает крутое тесто он так весь трясется а тут не трясется думаю что-то как странно открываю а там такая жижа думаю блин я воды то добавила прям как на целую порцию пришлось добавлять муки кукушка то едет в общем я пошла на зарядку становись не хочется а надо я уже вся в процессе у меня есть вот такая машинка для того чтобы делать пасту и я пельмени леплю тоже советского союза пельменница мне с россии привозили и вот так фарш готов в общем приступаем так Вот такие пельмешки получаются. Шикарные. Смотрите, какие галлозенькие. Буду продолжать, пока фарш не закончится. А из теста, вообще изумительное тесто, сделаю, может быть, пасту. Если у меня останется, конечно. На машинке есть вот такая насадка для пасты, для толстых, для тонких. Машинку покупала в Лидоле. Очень давно уже, года 4 назад, если не больше. Вот, поэтому... Мне она очень... Я ее только, правда, из-за пельменей покупала. Я, смотрите, видите, пленочку кладу, сверху еще слой пельменей. И вот так хочу попробовать пасту, смотрите. И все. Видите, какие спагетики. Прикольные. И лапша домашняя готова в процессе. Я, знаете, больше всего, что не люблю в лепке пельменей, это, что везде кругом мука. Вот у меня на килограмм пельменей занимает полчаса я леплю их. Полчаса как максимум, со всякими этими машинками. А раньше, помню, целыми днями. Я его ненавидела. Вот, знаете, больше всего, чего я ненавидела, это раскатывать тесто. И когда я увидела эту машинку, у меня там прям... Думаю, вот, мне не для пасты она нужна, а для раскатки тесто. Замечательный. Кто придумал, спасибо большое. Вот это я отправляю в заморозку. Видите, они не слепливаются, ничего. Завтра просто соберу в пакет. И у меня будут пельмешки с рыбкой. Иногда так хочется. Я ни разу в жизни не делала пельмени с рыбой. Это хек, рыба. А вы любите пельмени с рыбкой? Муж пельмени не любит, но говорит, что жареные может есть. Поэтому вот я ему жарю пельмешки. А сама добавила греческий йогурт. И сейчас буду пробовать. Кому не нравится, закрываем глазки. Они рыбными и не кажутся странно. Как будто мясо, представляете? Очень вкусно. Фарш, только лук и рыба. Вкуснятина. Вот такая вот у нас весна. Выдалась дождливая. У нас сегодня шкак, как всегда, открыт. А что он у меня открыт, если я не одеваюсь? Не знаю. Многие вышли на работу. И вот, смотрите, идет такой... Как бы я не знаю, могу работать, не могу. В общем, здесь, знаете, вот что вышло? Я работаю в пелокерии. В парикмахерской написано. Но не могу работать. Столько с сервисом домесили. Только я могу на дом пойти кому-нибудь. Ну, мне может клиент позвонить. И я пойду, могу его дома обслужить. Но никто не будет звонить. Никто не будет, как бы, как это сказать... В общем, люди не хотят ни парикмахеров никаких, ни еще кого-нибудь. Мои вот клиентки. Чтобы к ним приходили домой. Потому что, не дай бог, как говорится, заразимся и все такое. Поэтому до тех пор, пока я не открою парикмахерскую, я работать не смогу. И мои клиентки, как бы, они ответственные люди. И они тоже будут сидеть дома. Дверь закрыла. Чарли ломится. Ну, и чего дальше? Ну, и чего дальше? Скажите, мама, что ты дверь закрыла, да? А я там остался. В общем, работать пока я не могу. Не могу и не хочу. Нет, ты же хочу, ты хотеть, ты хочу. Ну, не могу. Потому что у меня клиентки 60% все бабушки. Уже пожилые люди. И они не будут рисковать здоровьем своим ради красивой прически. Так, как-то так. Потому что речь же идет не о том, что там мне запретили, там вот государство такое дурацкое, там они мне запретили выходить. Я вот не так к этому отношусь, что мне кто-то запретил выходить. Я отношусь, знаете, как к этому, что это опасно для моей жизни. Куда-то идти, какие-то там волосы укладывать или покраситься. Это просто вредит моему здоровью, не только здоровью, но и моей жизни. То есть ради какой-то прически люди не хотят рисковать своей жизнью. Как бы это ни звучало высоко или еще как-то, но так оно и есть. Мы с подругой разговаривали, вот когда вели, там это, ну, созванивали с девчонками. И что-то мы разговаривали. Она, я вот к тебе приеду, а я такая, я говорю, ну давай, рискни жизнью. И мы как начали смеяться, потому что это действительно так. Давай, говорит, рискни, давай, рискни жизнью. Мало ли, береженого Бог бережет. Но в парикмахерской я работать не могу. Я обожаю дождь. Еще на улице не ветра, так классненько. Только бы закончился он до 6, потому что мне в 6.30 у меня зумба. Плясать надо. Пойду чай попью. С имбирем, с лимоном витаминную бомбу себе сделаю. Сегодня по ходу занятия будут под дождем. Если честно, надоело эта погода, этот карантин, этот вирус. Все вместе, все вместе. У нас как начался карантин, вот такая вот погода стоит. Это как объяснить? Это необъяснимо. Это необъяснимо. В Испании не такая погода. Ну что это такое? Это какая-то Швейцария. Англия. Ну ни хрена не юг Испании. Совсем даже не юг Испании. Ни в одном месте. Чарли, иди отсюда. Тут сыро и противно. Сла не хватает. Ты понимаешь, солнышко. Но солнышко не будет. Вот смотрю прогноз на 10 дней, на 10 дней, на 10 дней. Там дожди, дожди. Туман, облачно и дожди. Все. Сейчас покажу. Вот смотрите. Дождь, дождь. На следующей неделе опять дожди. Ну это что такое, а? Ну это что такое? Ну это как объяснить? В общем, я тут себе... Ладно, дождь не сильный. Капли там капают. В общем, колонку даже надыбала. Сейчас колонку включу. Она такая какая-то слабенькая, знаете. Но все равно послышнее будет. И будет у меня танцы под дождем. Танцы под дождем. Я не могу иначе. Сосед там чуть стулья понаставил. Либо загорать собрался. Ага. Слушайте, дожди капают. Дождь, по-моему, кончился или что? Триндец. Смотрите, как у меня с колонкой все слышно, да? Класс. Я иду дальше продолжать. Жилетка весит, наверное, килограмма три. Мокрая. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Тем более, еще и парикмахеры. Есть, конечно, такие всякие разные безответственные люди, которые пускают к себе домой или там сами ходят туда-сюда. Но у меня нет таких клиентов. Они... Да и я и сама не хочу. Тут, знаете, в магазин ты идешь как на войну, а это клиентам идти мало ли что, я не знаю. Поэтому вот по плану, в плане работы, да, вот так бы я сидела 3, 4, 5 месяцев. Только не летних. Летом я хочу на пляж. Надеюсь, что в июне, в июле все это закончится. И мы будем наслаждаться пляжами. Туристов в этом году не будет. Это 100%. Поэтому все пляжи Испании только для нас. Хоть одна какая-то хорошая новость. И положительная от этой ситуации. Сегодня прям как-то прохладно. Лежу 17 градусов на улице. Хотя и время уже 10 час. Смотрите. Светло еще хорошо. А время 10 час. Вот так вот. Муж там посуду моет. Это его обязанности. Я за время карантина еще ни разу посуду... Ну как, мою там в плане... Я вам сейчас расскажу. Я сегодня очень была удивлена. Захожу. Ну я ему пельмени тоже достала. Пожарила ему, дала. Он вообще не любитель. Я ни разу его не видела. Чтобы он не жареный, никакие не ел. Он говорил, ему не нравится. Это все фигня. Ешь ты их сама. А сегодня у него особого выбора-то и не было. У него было там что-то это и пельмени. Вот ему напожарила, наложила, значит. И ушла из кухни, чтобы не слышать это. Что это такое? Я такое не хочу. Я такое не буду. Вот, ушла. Потом такая раз, захожу. Он так на меня смотрит и говорит, что это такое вкусное? Что это за вкуснятина такая? Я такая, в смысле? Вот это что такое? Я говорю, пельмени. Ты их всегда говорила, что не любишь. Я? Да это же как вкусно. А из чего это? Я говорю, с рыбой. Видишь, видишь? Вот поэтому они мне нравятся. Я умерла. А он говорит, я говорю, вот тебе и приехал. Он говорит, все, я теперь у тебя пельмени отберу. Так что потихонечку, помаленечку, 16 лет совместного проживания испанец приучается к русской еде. А вы говорите купаться. А вода-то холодная. Вот так вот. Теперь он у меня все ест, кроме селедки под шубой. И то селедку под шубой не из-за того, там, наверное, что селедка, а из-за того, что там свекла красная. А он ее, в принципе, не любит. Поэтому, как бы, я думаю, что если бы заменить чем-то свеклу, чем ее, кстати, можно свеклу заменить? Даже не знаю. То, может быть, даже и как-нибудь обмануть можно. И скажет, что это за вкуснятина. Вот так вот. Я была очень удивлена. Я говорю, да ладно. Он такой, а еще есть? Я говорю, ну да. Я говорю, замораживаю. Это хорошо. Я не могу. Вот тебе, пожалуйста. Мне так смешно стало. Я всегда, когда ему подсуну что-нибудь такое, знаете, русское, вот, чтобы... И уйду, чтобы не смотреть, не терзать свою душу, что он мне сейчас, значит, начнет высказывать, что это за фигня. Я такое не ем. И это несъедобно. А нет. Не угадала. Была приятно удивлена. Ладно. Пойду я, наверное, помонтирую немножечко. И пойду масочку смывать. Я даже время не засекла, забыла. Я совсем забыла с вами попрощаться. Пришла водички попить. И я заодно сказать. Всем пока. И встретимся с вами завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok